То есть, у нас же есть определенные ограничения, не может сам жених поехать к отцу или брату своей будущей жены и договариваться о свадьбе, о совместной жизни и так далее. Понятно, да? Проблема здесь в том, что Айчат Кадырова является дочерью Рамзана Кадырова, который, по сути, является основоположником всех вот этих внесений. Айчат Кадыров вполне себе открыто, откровенно, вызывающе порой, даже нагло как-то, садился перед телекамерами и, например, кормил свою жену ложкой. Жена в ответ его кормила из ложечки. Он сидел открыто, говорил о том, что он любит, допустим, там свою жену. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Тумсо, почему мукти Рамзана и дочь Рамзана затрагивают тему свадеб без излишеств? Ведь недавно они сыграли свадьбу пышную и танцевали там. Почему они затрагивают это? Ассаламу алейкум ассалам. Насколько я вообще эту тему понял, а я не сильно, честно говоря, вникал, не слышал, не видел всех сторис, каких-то обращений, передач, не смотрел. Но из вот такого вот поверхностного ознакомления я понял, что там речь. То есть они были возмущены не излишествами, они не в этом как бы их проблема. И они говорили про внедрение в наши обычаи каких-то посторонних явлений, не относящихся к нашим обычаям и традициям. То есть дочь Кадырова, она, по-моему, сейчас заместитель, а нет, она сейчас министр культуры, точнее, что-то я понизил ее. Она, как будучи министром культуры, должна родить за все, что относится к обычаям, традициям, так как это все относится к культуре народа. И вот она, значит, по своим профессиональным обязанностям решила высказать свое мнение, что внесение каких-то, не относящихся к нашим обычаям и традициям обрядов, будь то в свадьбы, будь то в похороны, будь то в какие-то иные мероприятия, так или иначе связанные, допустим, со свадьбой. У нас же к свадьбе привязано еще много иных мероприятий, как, например, после того, как церемония завершена, у нас должен взять, отправиться к родственникам жены. Это тоже регламентировано обычаями, то есть как это должно делаться, кто должен ехать первым, что должен с собой вести, что он должен там делать, с кем он должен общаться, должен ли он сидеть или стоять, если он садится, то кто ему дает такое позволение на то, чтобы сесть. В общем, все эти моменты, мы же с вами понимаем, что это непрописанные такие законы нашего общества, то есть это наши обычаи. Точно так же есть ряд мероприятий, которые предпринимаются до свадьбы, когда кто к кому сватается, кто те люди, которые осуществляют вот это сватовство. То есть у нас же есть определенные ограничения, не может сам жених поехать к отцу или брату своей будущей жены и договариваться о свадьбе, о совместной жизни и так далее. Понятно, да? Почему это нельзя? Это ведь нигде не написано. Вы не найдете ни один документ, какой-нибудь государственный акт, где было бы подобное прописано. Это относится к обычаям и традициям нашего народа, так как это вещи, которые мы из поколения в поколение соблюдаем, передаем, и общество в целом живет вот в таких традициях. И вот, насколько я понял, Айшат, по-моему, ее зовут Катырова, она сказала про что-то, нечто подобное. Я могу сейчас ошибиться именно в точности, по-моему, там что-то в кормлении матери мужа, как она по-русски забыла это слово, свекруха, по-моему. И то ли насчет этого, насчет чего-то, в общем, она сказала, что не является обычаем чеченцев, и что это якобы привнесено к нам. И она возмутилась, что, мол, вот такие вещи не надо, не нужно вносить в наши какие-то обычаи. Вот я эту историю понял именно так. И, в целом, конечно же, с этим мы согласны, с тем, что обычаи должны соблюдаться, их должны сохранять, туда не нужно вносить ничего от других народов. Это сохранение некой идентичности народа. Для этого и создаются вообще министерства культуры, если на то уж пошло. Это министерство, оно как раз-таки должно заботиться о том, чтобы вот эта вот культура и традиции этого народа, они сохранялись, они ни с чем не смешивались, а наоборот даже экспортировались. Но проблема здесь в том, что это Айчат Кадырова является дочерью Рамзана Кадырова, который, по сути, является основоположником всех вот этих внесений. Несмотря на все то, что они там говорят и заявляют, но мы именно при Рамзане Кадырове, как российском наместнике в Чечне, как губернаторе, главе российского субъекта, мы впервые при нем столкнулись с какими-то вопиющими актами и нарушений, посягательства нашей обычаи и традиции на наши устои. И причем автором всего этого был именно он. То есть это не тот случай, когда мы кто-то что-то сделал и мы подозреваем, что за этим всем стоит Кадыров, потому что этот сделавший человек, он как-то связан, афилирован. Нет. Сам Кадыров вполне себе открыто, откровенно, вызывающе порой, даже нагло как-то садился перед телекамерами и, например, кормил свою жену ложкой. Жена в ответ его кормила из ложечки. Он сидел открыто, говорил о том, что он любит, допустим, там свою жену. Жена там рассказывала какие-то моменты семейных, ну, семейной жизни, которой у нас не положено. Многие люди из нашего народа нас не поймут. Ну и что скажут? Ну, муж кормит жену с ложки, там, жена кормит. Да в этом нет проблем, на самом деле, у себя дома мы кормим и жен с ложек, и жены нас кормят с ложек. У нас нет в этом проблем. Мы не какое-то дикое общество, чрезмерно такое традиционное, которое и в семье, вы такие все знаете. Нет, мы в семье обычные люди. Но по нашим обычным традициям в общество это никогда не выносилось. Это очень сильно осуждалось. У нас нельзя, нельзя идти с женой за ручку. У себя дома ходи, сколько хочешь, держи ее за руку, но будь добр, выходишь в люди, жену за руку не держи. То есть, есть много таких моментов, которые для нас, это для нас что-то нечто обычное. Но именно Рамзан Кадыров был тем человеком, который на это все посягнул. Первым это все у нас наглым таким образом нарушил. И неужели ты хочешь сказать том, что до него это никто не делал? Нет, я не хочу сказать. Конечно, всегда есть какие-то отдельные там товарищи, которые где-то что-то могут. Но вы понимаете, что это какие-то одиничные случаи, когда кто-то где-то что-то там в каком-нибудь селе сделал. И это вот там в этом селе, это значит, обсудили, осудили этого человека. Он там потерял определенный авторитет. Все. Это вообще другая тема. А тут, когда это делается на камеры, на целый народ, это все транслируется. Вот что возмущает людей. Люди не против того, чтобы традиции и обычаи соблюдались, чтобы они сохранялись и передавались. Я думаю, что практически мнение всех чеченцев это будет, если я скажу, что мы все за это. Мы все однозначно за то, чтобы наши обычаи и традиции, они сохранялись. Мы очень любим свои обычаи и традиции. Мы даже гордимся ими в хорошем смысле. Поэтому мы в этом плане, да, мы такие консерваторы. И у нас в этом вопросе нет ни согласия, ни с Кадыровым, ни с его дочерью, ни с этим Муфтием. В этом плане мы все говорим одно и то же, но проблема в том, что мы это говорим и делаем. А Кадыров это тот человек, который это говорит, но делает обратное, нарушает это все. Поэтому, конечно, и дочери Рамзана Кадырова и его Муфтию стоит прежде всего сказать это именно ему. Сделать такое наставление дочери, сделать своему отцу Муфтию, сделать своему начальнику. Чтобы он не нарушал членские обычаи и традиции, чтобы он их соблюдал. Чтобы за все те вот эти вот нарушения, что он сделал, он за это покаялся, принес извинения. Вместо того, чтобы наказывать кого-то, кто сделал то же самое, что и Кадыров. Только после него увидел пример, как Кадыров показывает пример, как он прилюдно играет со своими детьми, что у нас тоже не принято. Это тоже нарушение наших обычаев, устоев. Как он там с женой своей заигрывает, как он рассказывает о любви к ней и так далее. Вот эти вот все моменты увидели какие-то обычные рядовые чеченцы. И решили, что нужно, наверное, какое-то новое веяние, наверное, так надо. И тоже повторили, но за это им пришлось извиняться. Но сам Кадыров не извинялся. Сам Кадыров, наоборот, оправдывал всячески, рассказывал, что так он и должен был поступать. Вместо этого было бы гораздо лучше, если бы он сказал «да». Был молод, дурак. Вот я таким образом нарушил наши традиции, устойкаюсь, больше никогда этого делать не буду. Это было бы, по крайней мере, честнее, если бы он так поступил. Субтитры создавал DimaTorzok